так если чем поговорить наступит осень в общем последние дни августа точнее не помню подумаешь опять 30 градусов у вас любуемся это персики выросшие из семян из косточек вот они однолетние так а вот это двухлетний то есть ему всего получается год где-то и четыре месяца вот он уже на метр выше моей головы это нормально пока они вот такие вот вот можно новосибирской области где угодно смотрите все он не ломается второй не ломается третий не ломается видите фактически до самой земли накрываете коробкой картонный первый год засыпайте сверху снега главное чтобы там была прослойка а снег обеспечит комфортную температуру 10 минус 20 минус а дальше коробки бывают обычные коробки бывают большие поворотки коробки бывают огромные знаете что например вот этот вот саженец можно целиком спрятать коробку ну например из холодильники такого же роста один вариант и видите растет как хорошо растет берем его веревкой раз вот так вот смотрите вот сейчас одной рукой взял еще еще вот от этого взял вот теперь беру фотоаппарат и показываю еще вот эту еще вот это взял и получается что получается все потом обматывается тканью и до весны в таком виде зимует и на третий год уже с плодами ну проще парень на репа ну куда уже проще куда вот на что еще показать это вот сейчас юля после болезни привела порядок грязку видите сегодня с утра полила уже жара уже высыхает корешки здесь всего такие вот пока посадка была двадцатых числах июля так погодите а сейчас же август так это всего месяц до прошел месяц вот еще через перед зимой их можно уже выкопать и даже рассылать вот но это шелковица она будет стоить 1000 рублей июля по идее то она должна еще еще бы до следующей осени то еще лишний год вот нетерпеливая за тоже тысячи пусть покупают совсем маленькие вот такие вот они все быстро пойдут рост и к осени они по крайней мере удвоится утроится по крупности по высоте возвращаясь к персика вот они в тех же персик те же ряда мои девчата будут продавать по 1000 рублей штука сказать что да я сейчас только вас убедил что вот эта двухлетка полутора летка получится смотрите засветет получается посадки косточек через два года да и месяц два а за плодом через два года через плюс четыре пять месяцев не так уж долго согласитесь так что еще вам ценного сказать овощи сам видеть не могу вот потому что на мой взгляд только время отнимаем и силу у себя поливать каждый день течение лета в дичайшую жару невиданную в себе впереди начинаются трудные времена я тоже об этом хотел поговорить мне бы сесть бы где-то там женщины сидят услышат что я терпеть не люблю я улыбаюсь и понимаю что и помидоры хорошо и морковка и лук но кстати знакомьтесь одно яблоко каждый год по одному яблоку это калорий видно но это так я иду мимо борщу 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 как этот осесуале лохантер помните вот забываем свои классика вильфа петрова чем же он говорил осесуале когда его ремнем пороли соседи за то что лампочку забыл выкрутить то есть выключить лампочку в туалете вот у него пороли а он лежал и думал о судьбах жаль забыл эту фразу ну вот фильм испорчен чтобы он не был испорчен давайте подумаем что будет если привидцем быть плохо потому что все настроение портишь провидцем о привидении говорит уже шесть стран названы сейчас поставлю на землю этот чтобы рука трясется вот так не важно что вы ничего не видите главное чтобы послушали и так и так шесть стран признаны непригодны к проживанию каждый год зараз 40 до 50 целой страны наверно оттуда яйца или разъедутся вот раз саудовскую аравию затопило когда там никогда не было этих самых дождей и вот я затапливать эти должны были быть где они должны были быть у нас у нас их нет хорошо что вот они обрекутся вот они ведь никогда не поливая хватает воды подземной здесь даже до воды примерно 8 метров и самое главное хочу сказать первое домик деревне это очень важная я говорю уже на самом главном начнется гигантская все планетная если не прекратится это потепление но не прекратится сейчас объясню почему вот дело в том что все планетное это потепление приведет тому что гигантская масса людей уже миллионы десятки миллионов сотни миллионов невзирая ни на какие границы и расстрелять их всех пограничники не смогут хлынуть африка западную европу западная европа она тоже перестанет производить продукцию то есть там будет неурожайные воды тот же голод и хлынуть дальше дальше это европейская россия тут похолоднее а а так как у нас все лето 30 35 уже в сибири но еще терпимо еще живем воду носим каждый день поливаем вот если это тенденция сохранится вылечится то прежде чем мы к нам то куда деваться они хлынут к нам все будут захвачены в сибири дойдет конечно до борьбы за каждый участок если сейчас живой картошка нет участка все никому то не нужно вот и не верю я в запасы которые где-то там на годы вперед для нас запасено все вот всевозможные продукты до 150 тысяч человек миллионов не верю кто их видел ну и наконец какое-то время займет промежуточное это 10 15 20 30 эти годы тоже надо как-то прожить я бы советовал всем жителям юга россии европейской россии кроме может быть севера средняя полоса россии это пока не захвачено еще не сказал на планетянами и на людей эмигрантами вот сибири где сотни тысяч а может уже миллионы домов брошены участки брошены зарастают лесом пока лес окончательно не уничтожил пахотные земли вот их захватывать пока мирным путем то есть договариваться с хозяевами которые бросили вот и дешевки скупать и держать про запас чтобы сдать что есть куда сбежать если жить в европейской россии станет немного то взаимное истребление продолжается а я имею ввиду не эти только вы не подумайте что я про политику ни слова политики и истребление я называю истреблением природы и можно было бы вспять повернуть и через 5 10 лет мы вернулись бы плане плане природных условий потому что было 10 20 30 лет назад то есть когда никто и не думал ни о каком глобальном потеплении никаких киотских а я их называю идиотских протоколах невыполнимых и невыполняемых них не было еще так вот дело в том что изменилось самое главное на земле было уничтожено гигантское количество деревьев именно деревьев деревья это они покрывают почву вот я сейчас здесь сижу вот не на солнце вот видите я сижу в тени колновидной яблони вот статья яблочко лежит видите меня обманул вас вот кстати 2 тоже лежит но одно мне предназначено а второе уже доедает черви не черви но осы пчелы и вон они вон они мелкие мелкие муравьишки так продолжаю тему и так гигантская освободилась от растительности от тени освободилось гигантское количество площади миллионы 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 в районе гектаров а квадратных километров это намного больше об этом никто не думает не никто связи не видит не видит связи что по небу мотаются тучи они переносит гигантские объемы воды как переносит да так оголились площади оголились нету деревьев которые перекачивают из почвы влагу на небо на небеса нету больше это этих насосов понимаете все искалеченность как вы найти выход то пожалуйста сейчас объявите на всей планетное задание всем на это надо какое-то действительно всемирное правительство чтобы или настолько авторитетные вовсе мирном масштаба послушали который сказал бы быстро всем миром засаживаем все степи засаживаем полупустыни засаживаем вот у китайцев есть такой помните 40 километров шириной тысячи километров в длину это чтобы остановить пустыню но ведь есть же попытки есть удачные попытки но ведь это должна быть вся планета и сейчас уже это самое амазонку дельта амазонки туп вырубают у нас вырубили все что могли у нас сейчас каждый год боимся половодия потому что в этих самых наших вдоль рек все вырублено к чертове матери а что творилось когда вырубали гигантские площади вы это ужас можно же каждого чеку поставить задачу и организациям специальным поставить задачи вот и не так как бы приказывали они потом находили да только у нас такой пример был несколько сотен тысяч саженцев сосенок размером в 20 сантиметров плюс 10 сантиметров корешки свои валены в это самое в яму сотни тысяч а по а читали что они были посажены вот если все по-настоящему делать если вернуть главный смысл если опять все площади свободные все все засадить все что только можно взять для только бредет голову везде где это все 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 и никакими так это чем попало вот еще учеба должна быть чтобы хотя бы бригадиров мастеров руководителей этих земельных озеленительных участков озеленительных служб хотя бы научили их садить то правильно чтобы не скупали гигантские перероски которые называют длинномеры которые садят а потом из 10 и 9 умирает уже уже будучи посажены если посадили то поливать и не калечить впредь как когда это как когда они будут расти потому что они сразу заболевают вот все что я хотел я вам сказал начал с персиков которые продать бы эти несколько десятков ради выживания кстати тысячи рублей персик самый плотный можно по одиночке садить но лучше бы продать бы кому-то за 20 рублей до 20 тысяч и 20 персиков или шелковицы продать бы за 10 шелковиц 10 тысяч взять но почему нет а закончил гигантские масштабы потому что и мне землю не спасти я могу только направить здравый смысл сказать что же вы натворили как можно было ведь посмотрите сверху на самолете летишь сейчас лети 23 все квадраты засеяны зерновыми не зерновыми сплошные квадраты нету леса только при с это самое при лысенко при академике вдруг поступила команда делать лесополосы только в это время но я смотрю я залетал ну недавно еще ну 20 лет назад летал где эти лесополосы гигантские просторы просто расчерчены на квадрат а вы как как это тогда это как как не будет этого же глобального этого никто не видит ну нельзя сокращать площади сразу голод а где голод там война но давайте хотя бы везде где только можно где только можно где только можно все выговорился вот итак для жителей москвы питера городов миллионников в котором предстоит жить а возможно умирать в своих высотных домах умирать даже не от открытого огня когда все заполыхает а умирать от удушья а у них нет этих противогазов чтобы дождаться помощи мчс и прочее высотных этих лестниц чтобы спуститься они ничего не умеют они не могут связать несколько простыней чтобы спуститься вниз собственными помогая собственными руками вот ничего не знает нет никто этого толком не учат а главное что никто не готовится к самому страшному периоду любая засуха любая голод начнется все тут же это окажется что в схронах оружия в больше чем мужиков грустная тема домик деревни домик деревни желательно за уральским хлебтом у нас как бы ни было дикая жара но все-таки это мы переживем дольше проживем чем европейцы благодарю за внимание